так уж исторически сложилось нашей семье что на осень выпадает много событий разнообразных дат мероприятий и самое первое мероприятие самое первое событие которое открывает осень это день рождения моей свекрови 1 сентября у нее день рождения в этом году ей исполнилось 82 она живет постоянно на даче мы вот ездили ее навещать у меня золотая свекровь мировая свекровь я ее очень люблю она любит меня мы с ней прекрасно ладим мы с ней постоянно созваниваемся хотя не знаю конечно если бы мы жили вместе может быть мы бы так и не дружили на расстоянии мы дружим прекрасно и в этом наверное нет ничего удивительного она тоже ольга она тоже балашова и она тоже девы также как и я наверное поэтому мы с ней находим прекрасным общий язык а сейчас а сейчас вот тут то ли рыжик то ли кто его я сейчас хоть были рыжики я их посривала это китайские 4 было 4 только а он четвертый видеть какие здоровые но еще будут помидоры надо будет в субботу я была на вернисаже в измайлова но на барахолке который на проводится в москве на измайловском вернисаже и пока погода стоит хорошая я стараюсь ездить каждую субботу и если знаете раньше у меня было такое что я могла поехать походить и уехать с пустыми руками потому что вы знаете я уже говорил неоднократно что я очень избирательная не хочу захламлять свой дом я покупаю вот только вот прям вот на то что вот вот прям я понимаю что без этого я не могу обойтись никаким образом а сейчас когда уже вот у меня случилось реорганизация магазины когда я теперь покупаю не только товар для себя но и для вас теперь вообще у меня такая жизнь замечательно наступила потому что я могу купить предметы которые мне очень понравились купить их принести домой наиграться с ними и спокойно передать другому передать для вас вот в этот раз у меня были находки для магазина но их было не так много я их покажу в отдельном обзорном видео но но то что вы сейчас видите на своих экранах это находки и меня то что я нашла для себя вот это что мне очень 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 нравится наверное я уже рассказывал свои вкусовых предпочтениях ну давайте еще раз расскажу если что у меня любимое направление декоративно прикладном искусстве это ар-деко ар-нуво любимый период вот в истории нашей страны это вот первая половина прошлого века и то что касается например посуды это то что еще начиналось при кузнецове и уже что потом продолжалось уже ранними советами и вот эти вот два предмета это явно то что относится к моим вкусовым предпочтениям это то что начиналось при кузнецове то что продолжалось уже советский период что я купилась ну давайте наверное покажу сначала соусник соусник это зиг судя по клейму это 50-е годы и он в прекрасном идеальном состоянии здесь единственное что есть каркелюр но каркелюр в общем-то допустим и в таком возрасте имеет право на существование соусник прикасен я его никому не отдам он останется у меня в коллекции более того может быть он даже будет использоваться в каких-то стилизации в каких-то сервировках потому что у него нет никаких потерь и можно пользоваться и по прямому назначению соусник это обошелся мне в чистой копейке обошелся мне в 100 рублей я люблю вот так понимаете когда что-то такое какая-то жемчужинка за небольшие деньги 100 рублей прекрасный соусник зиг конакова 50-х годов еще одна вещь и знаете то вот как работает насмотренность вот когда ты идешь и какие-то развала 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 и там какая-то всякая ерунда всякий вот ширпотреб да да вот посуды которая ну которая была во всех семьях плохом состоянии навален кучами и в принципе глаз по ней просто скользит и потом вдруг раз и взгляд выхватывает просто на чем-то останавливается так вот он остановился на ну не знаю наверное можно назвать это селедочнице хотя ну давайте называть селедочнице ладно пусть будет так выхватил мой взгляд вот это прекрасное овальное блюдо и она была очень грязным я спросил его цену цена оказалась 100 рублей конечно же я восхватила что мы можем видеть после того как я его отмола мы видим клеймо долёва это ранние советы и судя по клейму я могу понять что это 30-е годы судя по рисунку это типичный арт-деко можно предположить что это не не просто стиль арт-деко арт-деко есть и по по времени создания прекрасное вы знаете это вот именно то что я очень сильно люблю это вот именно такие лаконичные формы это вот такой геометричный рисунок здесь видите как было модно в тот период золото и я так думаю что здесь раньше он был темно-синего цвета рисунок но просто он уже стерся и вы знаете вот то что рисунок стерся это наверное единственные потери за почти 100 летнюю историю представляете прекрасный предмет пойдет тоже мою коллекцию и также он возможно также будет использоваться в стилизации вместе с этим соусником потому что потому что им вполне можно пользоваться у него нет тех потерь которые могли бы каким-то образом негативно влиять на употребление пищи тоже 100 рублей 100 рублей и 100 рублей а такое я люблю знаете мы тут с вами поговорили про мои вкусовые предпочтения и давайте покажу вам еще еще была покупка вот эти украшения авторские авторские украшения ручной работы в стиле арнаво стиле модерн это натуральные камни и это медь вот это змеевик вот это вот агат и и вы знаете я купил два украшения потому что я на момент покупки не смогла выбрать не смогла определиться какой именно я себе хочу оставить поэтому купил их два но оба два я себе не собирался оставлять изначально то есть я думаю что я приеду домой посмотрю что у меня есть может к себе по прикладываю и одно из них оставлю одну из них выложу на продажу смотрите украшение и такой коричневый шнурок шнурок текстильный чем-то нами провощённая не знаю но он по цвету прям идеально подходит подмедь я такой вот придя домой покрутив посмотрев то что у меня есть я поняла что змеевик у меня есть и вообще украшение в зеленом свете у меня довольно много поэтому я решила что оставлю себе вот этот более серый камень как бы тоже имеет зеленый оттенок носки более серый этот я оставлю себе а этот я хочу выставить на продажу это новое украшение я его не носила новое украшение авторская работа медь и змеевик так это выглядит с обратной стороны так с лицевой такой шнурок идет комплекте это украшение продается и она стоит 3000 рублей а это я оставлю себе и смотрите когда начала искать что у меня есть чтобы определиться что оставлять что не оставлять я у себя нашла вот эти бусы это тоже авторская работа здесь какой-то не знаю как его назвать но коричневый коричневый жемчуг речной и медная фурнитура видите шарики такие медные проставлены здесь фурнитура бронзовая у меня все-таки полная ассоциация что это все-таки медь и для меня это украшение слишком длинное конечно можно переделать конечно можно перебрать но это переделывать полностью и я уже не не хочу вы переделывать я его не носила помню что я его один раз примерила но по-моему я даже с ним не вышла то есть я его надела покрутилась поняла что нет мне надо все-таки покороче сняла и положила шкатулку это украшение покупал несколько лет назад и она лежала у меня просто в шкатулке я его тоже хочу выставить на продажу будет это красиво смотреться вместе да да вполне красиво вот это украшение на длинновато она если взять шнурок покороче то его можно носить вместе так жемчужное колье будет стоить ну наверное допустим 2 я его покупала за 2 несколько лет прошло наверное она сейчас уже стоит дороже но пусть будет 2 вот это 3000 это 2000 если что пишите давайте вам покажу вот в этой подвеске в этом кулоне довольно большое отверстие менять и здесь шнурок на на самом деле сюда можно и какую-то более толстую цепь ставить и гривну и на какие-то некрупные бусины некрупные бусы с некрупными бусы из некрупных бусин что-то вместе да вот такая знаете как еще бывает вот сейчас снимал обзор для магазина да ну то есть я снимаюсь дома и потом отправляясь декам магазин товары и что что вы думаете вот вот это у вас на ножке я и вообще говоря купила на продажу но она редкая она прямо вот редкая продажа и и встретила в первый раз и она смотрите она очень небольшая в диаметре и почти плоская вот купил на продажу мы потом начала снимать подумала что оставлю к ее себе оставила ее себе так что вот это ваза на ножке теперь у меня и еще вот этот вот чудный кофейник ну знаете я сразу сомневалась я его сначала купила для того чтобы в магазине поливать цветок у нас есть в магазине один единственный цветок и бискус и в общем его надо поливать вот и я его купила этот кофейник для того чтобы поливать цветы показала своим девчонкам они варь слушай такую красиво вроде жалко ли цветов может быть на продаже я говорю ну ладно хорошо будет на продажу а сейчас начала снимать я увидела что вот здесь подклеена этот пимпочка на крышке все вопрос снялся сам собой кофейника отправляется в магазин для того чтобы быть лейкой вот так я была на выставке музей пушкина и я вам говорила что я на не было видео с этой выставки выходила но мы с вами об этом не поговорили мы не обсудили предлагаю давайте вот сейчас немножко об этом поговорим выставка называется подруги она посвящена юбилею 130-летию варвары степановой но любили 1 в одного человека но выставка посвящена целому коллективу соратников подруг единомышленников женщины творевшие в эпоху конструктивизма вот те работы которые представлены на этой выставке им в районе 100 лет какие-то чуть старше какие-то чуть моложе но тем не менее вот только подумайте сто лет прошло представляете здесь представлены разнообразные работы они разделены по направлениям по темам здесь и темы связаны с одеждой секс с эскизами ткани с эскизами костюмов эскизы для работы с кино с цирком с театром и есть эскизы сотрудничества с типографиями с журналами стоит ли сходить я думаю что да я думаю что стоит очень интересно но если возможности сходить нет то хотя бы посмотрите мое видео если вы его не посмотрели по традиции это получается что видео с выставок видео из музеев набирают минимальное количество просмотров и это обидно потому что это все конечно же развивает и насмотренность и эстетический интеллект это развивает мозг развивает ум и защищает нас наверное от преждевременного старения от деменции и прочего в общем развивать свой мозг свою насмотренность в свой эстетический интеллект обязательно нужно в том числе и посещая музеи и выставки после выставки зашла в сувенирную лавку здесь же в музее и здесь представлено много интересного разнообразный мерч именно вот к экспозиции представленные в музее книга как раз вот посвященная этой выставке видите здесь все тоже самое продублировано с описанием с иллюстрациями очень интересно очень конечно был большой соблазн на ее тоже захватить тащить с собой но господи я не знаю уже столько этих книг уже такое количество не такие тяжелые и решила не брать эти посвящено выставке посвящено именно арваре степановой здесь есть и какие-то рубашки футболки тоже с принтами этого направления конструктивизмом цена неприличная я считаю есть книги посвященные тематике именно принтов на ткани это тоже мне было очень интересно тоже был очень большой соблазн это приобрести также были открытки и тоже думал может быть купить и разыграть но что-то тоже опять не стало не стал следующий по очереди повод для празднования в сентябре это день рождения моего показина он случился 9 сентября но именно на 9 сентября мне поехать воронеж не получилось я поехал позже поехал очень коротко буквально на четыре дня мне нужно было исключительно по работе вот просто смотаться туда обратно видите мы с коржиком коржик это талисман моего магазина там такая игра слов корзина коржик в общем мы с коржиком мучим воронеж практически нигде не было было посвящено все работе и вот встречи с близкими это лёва это моя мама это моя племянница в общем никаких посторонних дел посторонних лиц не было были родные была работа и собственно говоря практически все удивительная погода стоит и в москве и в воронеже удивительно жаркое солнечное было лето удивительно жаркий солнечный сентябрь дай бог чтоб так было подольше я не помню такого правда очень радостно вот этот сквер прямо рядом с моим магазином и танцующий фонтан под музыку это прекрасно единственное место куда я сходила помимо работы эта выставка выставка которая называется мир стоит на мастерах почему попала потому что выставочный зал находится в том же здании в котором находится и мой магазин тот же самый адрес кирова 8 только вход у нас с разных сторон улицы и если я бываю в воронеже если в это время проводится выставка я стараюсь бывать на этой выставке я была я сейчас точно не знаю какие как у меня будет выходить видео скорее всего видео с выставки наверное пойдет раньше если она раньше что вы наверное его уже посмотрели или если вы видели что она вышла но еще не посмотрели я вам искренне искренне рекомендую очень интересная выставка декоративно прикладное искусство то что я лично очень люблю сейчас в качестве анонса я вам показываю вышитые работы но помимо вышивки на выставке были представлены и другие тоже были и текстильные куклы была резьба по дереву были интересные картины из соломки очень разнообразные работы и глина в общем разнообразной работы посмотрите пожалуйста это видео вы с этой выставки если вы воронеже то посетите потому что выставка проводится до 21 сентября рекомендую но что касается работы обзора у меня выходили ежедневно то что я привезла и то что я нашла в воронеже и то что появилась новая в продаже вы все это видели девчонки вы помните разыгрывали открытки с акварелями виды в воронеже было три победителя двое прислали свои адреса третий адрес не прислал жду от вас галина галина жду от вас адрес значит дом девчонкам отправила и смотрите взяла такие же открытки с акварелями и оформила их в багет то есть здесь рамка из натурального дерева здесь по-моему стекло не знаю может быть и не стекло может пластик сейчас не могу понять и паспарту настоящий паспарту вот таким вот образом оформила получились смотрите какие красивые картины их можно подвесить их можно поставить на такую подставку смотрится очень эффектно вот они у нас тоже продаются как сувенир из воронежа принт с акварелей настоящих акварель настоящего художника они у нас по 800 рублей пока 800 но может быть цена будет конечно подниматься потому что ну вы знаете паспарту это достаточно дорогая чем еще магазин товар для творчества может быть полезен просто простым людям коллекционерам вот эти подставки для тарелок я вам про них говорила для тарелок для небольших картин для панно в общем вот такие подставки смотрите вот такие вот металлические это это не золото как какая-то желтая краска такие есть есть вот такие вот в серебряном металле и есть пластиковые пластиковые более бюджетные вот как раз для того чтобы да здесь можно ставить и например поставить на эту подставку блюдца а чашечку поставить впереди ну просто для для экспонирования коллекции такой вариант если нужно это все есть на сайте ссылка на сайт всегда есть в инфобоксе но если что если вы что-то у меня покупаете просто напишите девочкам на ватсап что вам нужна подставка и вам что-то посоветует тогда тоже я вернулась домой на один день я приехал домой на один день чтобы разобрать один чемодан и собрать другой предстоит мне путешествие об этом чуть позже пока давайте покажу что в принципе ничего не привезла я была на барахолке в воронеже но все что я купила это было куплено для вас на продажу уже все продалось у меня была неплохая охота я неплохо нашла очень интересные предметы но они были проданы в один же первый же день вот что значит я выбираю как для себя а что привезла привезла вот такой сервиз не знаю чайный наверно кофейный похоже больше на кофейник это я не покупала это мне отдала сестра но в общем это сервиз моих племянниц зачем мне нужно просто для экспозиции когда-то я все-таки оформлю своих винтажных кукол чтобы они были расположены в приличном виде возможно это как-то вот тоже будет экспозиции вот такой вот набор для сервиса не знаю вот а из покупок у меня была одна единственная покупка я купил на барахолке книга книга история русского орнамента с 10 по 16 столетия по древним рукописям и покажу вам в качестве традиционного обзора так сейчас наверное немножко поправлю камеру минутку я на улице у меня довольно ветрено но давайте попробуем все-таки как-то с этим работать знаете опять же увидела пересечении анонс с выставки которые вам показывал где варваровская выставка про мастеров и там как раз вышивки и было много именно национальных таких традиционных там с птицами с какими-то уточки какие-то там и мне показалось что это как-то между собой взимосвязно я видел эту книгу в продаже мне очень захотелось приобрести стоила она 300 рублей какой-то год это не очень старая это сейчас 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 шестнадцатый год тоже есть какие-то опять же в моих ассоциациях я не знаю пересечения и с изразцами и с какими-то лубочными картинками наверное это все взаимосвязаны все логично но вот захотелось мне такую книжку у себя тоже иметь листаю как обычно быстро вы при необходимости можете замедлять останавливать рассматривать достаточно большой развороту книги поэтому мне не очень удобно вам ее показывать здесь что-то лишнее попадает в кадр но извините пока так я на самом деле очень тороплюсь я сегодня разбираю чемодан собираю другой я вчера поздно вечером вернулась из воронежа а завтра рано утром мы на четыре дня летим стамбул отмечать мой день рождения и я очень надеюсь что видео из стамбула будет но я по крайней мере буду стараться может быть что-то снимать а может быть и не захочу снимать может быть захочу просто отдыхать посмотрю посмотрю как она как пойдет что это видите что-то что-то старинное что-то старой извините очень такой знаете мне нравится вот такой вот приглушенная вернее сочетание приглушенных цветов они какие-то такие не яркие какие-то такие умные цвета интересное сочетание и очень интересные сами орнаменты какой-то мне кажется я сейчас смонтировала то что вы сейчас уже посмотрели это смонтировала мне показалось как-то все немножко сумбурно но да все было как-то немножко набегу времени было маловато поэтому вот слепила из того что было надеюсь вы не в обиде на этом я с вами буду прощаться до следующей встречи очень рассчитываю на лайк на подписку если вы не подписанному яндекс дзен то подпишитесь пожалуйста и на дзен тоже возможно я привезу открытки из турции и возможно мы их снова разыграем на дзен это не точно но я буду работать в этом направлении я с вами на этом буду прощаться до следующей встречи и пока пока пока